Ребята, как бы вам не верилось, но мне удалось установить Android 9 на S4 Mini И в сегодняшнем видео я вам покажу до, после, а также как установить эту прошивку на наш телефон Ну что, давайте начнем? Поехали! Продолжение следует... Всем привет, ребят! Если вы решили выкинуть свой S4 Mini из окна из-за того, что там Android 4.4 То не торопитесь это сделать, потому что сегодня я вам покажу, как установить Android 9 на S4 Mini Вам будут завидовать даже владельцы Galaxy S9 Это уже пятый по счету телефон, на который я ставлю Android 9 Поэтому прежде чем спуститься в комментарии и написать в вашу модель с просьбой сделать такую же прошивку Зайдите на канал и убедитесь в том, что я уже не делал такую же прошивку на вашу модель Данная прошивка подходит только для Galaxy S4 Mini 91.90 и 91.95 Для владельцев 91.92, DOS версии, на ваш телефон на данный момент, на момент съемки Android 9 нет, но он ожидается, поэтому ссылки я в описании оставлю Вы иногда заходите и обновляете странички, смотрите В ближайшее время появится и на вашу модель Способ установки будет точно такой же Android 9 для Galaxy S4 Mini Это голый Android, в котором нет никаких лишних программ и приложений, которые бы жрали в ваш аккумулятор Конечно же прошивка очень шустрая, быстрая Эта прошивка создана разработчиками Lineage OS для повседневного использования То, что разработчики выпускают прошивку для этой модели Это еще раз доказывает нам то, что эта модель еще очень популярна и многие ею пользуются Не удивлюсь, если еще выйдет Android 10 на эту модель Мои постоянные зрители знают, что у меня на канале есть видео, где я ставил Android 8 на эту модель Android 7, Android 6 Все эти видео инструкции есть у меня на канале Вы можете перейти и посмотреть, если вдруг вас не устроит по каким-то причинам Android 9 Кстати, кому нужны будут рут права на Android 9, можно будет тоже установить рут права Ссылка будет в описании А вот вы знаете, почему Galaxy S4 Mini до сих пор актуален? А я вот знаю И на это есть несколько причин Во-первых, потому что это флагман Ну, серии Samsung Galaxy S они всегда были флагманами Во-вторых, в нем была топовая начинка для своего времени Ну, а в-третьих, он маленький, компактный, очень удобный Сейчас Samsung не делает такие телефоны Они делают в Galaxy G1, G1 Mini Но они не будут никогда такими популярными, как серия S, если была с приставкой Mini То есть, если бы они выпускали Galaxy S9 Mini Вот он бы был топовый И на него бы еще лет 5 выходили прошивки А на эти G1, G1 Mini, G2 Я не удивляюсь, почему на них нет толковых прошивок Ну да ладно, давайте приступим к установке Android 9 на наш S4 Mini Поехали! Я не люблю, когда у моих подписчиков возникают вопросы, сложности Именно поэтому я всегда стараюсь показать вам более конкретно и более развернуто Значит, я сейчас установил сюда самую последнюю официальную версию прошивки Android 4.4 Сейчас быстренько пройду все настройки и продолжим Так, телефон наш запустился Давайте мы сейчас убедимся в том, что это действительно наша официальная прошивка Последняя версия и после продолжим Так, убедились? Да, действительно все хорошо Значит, перед началом установки Android 9 Убедитесь в том, что на вашем телефоне нет ничего ценного Если что-то есть, то скопируйте заранее все на компьютер Потому что после прошивки у вас все сотрется Для прошивки Android 9 нам потребуется microSD карточка Я думаю, она у каждого есть Вставляем ее в телефон и подключаем телефон к компьютеру Скопируем на microSD карточку прошивку, GAPS и Recovery Все эти три файла вы найдете по ссылке в описании под этим видео Скопировали? Отлично! Теперь выключаем наш телефон и вводим его в режим прошивки Как мы это делаем? Значит, после того, как телефон полностью выключился Зажимаем кнопку включения Кнопку уменьшить громкость И кнопка домой Держим эти три кнопки одновременно До тех пор, пока не появится на экране предупреждение Появилось? Отлично! Жмем один раз кнопку увеличить громкость И наш телефон в режиме прошивки Теперь подключаем телефон к компьютеру И переходим к самому компьютеру На компьютере все просто Запускаем программу Odin Можно не распаковывать Далее жмем кнопочку UP Выбираем наш Recovery, который вы скачаете на компьютер Нажимаем открыть Здесь значит, смотрите, убеждаем, что синий значок горит Это значит, что компьютер видит наш телефон Если у вас так же, значит все хорошо Далее идем в Options И убираем одну галочку Затем нажимаем Start И убеждаемся в том, что у вас загорится надпись PASS В зеленом фоне Это значит, что все прошло успешно И Recovery наша прошилась Все, компьютер нам больше не нужен Переходим к самому телефону Телефон будет висеть вот в таком вот состоянии От компьютера мы его уже отсоединяем Значит, смотрите, сейчас нам нужно зайти в Recovery Который мы только что установили Для этого нам нужно будет зажать кнопку включения И кнопку уменьшить громкость Держим до тех пор, пока не потухнет экран После того, как он потухнет Сразу же отпускаем И вновь зажимаем кнопку включения Но уже кнопка увеличит громкость И кнопка домой Держим до тех пор, пока не появится заставка S4 Mini И сразу же отпускаем Теперь ждем, пока загрузится наша Recovery Итак, Recovery наша загрузилась Теперь нам нужно зайти в Установить Выбираем нашу память То есть, где находятся наши файлы И нам нужно установить Recovery Которые мы скопировали на microSD карточку Потому что это Recovery Которые мы установили через компьютер Не поддерживает Android 9 Теперь идем в Перезагрузка Нажимаем Recovery Здесь нажимаем Не устанавливать И ждем, когда загрузится наша новая Recovery Так, делаем свайп Заходим в раздел вайп Format Data И вводим английским слово Yes Затем жмем на галочку Ждем, пока все удалится Возвращаемся назад Advanced Vibe Ставим галочку на первые 6 пунктов И делаем свайп После этого идем в главное меню Install Выбираем наш накопитель Где наша прошивка Находим нашу прошивку И делаем свайп После этого ждем, пока она загрузится Смотрите продолжение в следующей серии Так, прошивка наша установилась Теперь возвращаемся назад И устанавливаем наш GAPS Пакет гуглеских приложений Тоже делаем свайп И ждем, пока установится GAPS Кому нужны рут-права Скачайте с описания под видео Копируйте тоже на флешку И после установки GAPS Устанавливайте архив Magix И у вас будет рут-права Итак, GAPS наш установился Мне рут не надо Поэтому я иду в Reboot Систем Нажимаю Do Not Install И жду, когда загрузится моя прошивка Ура, прошивка наша запустилась Давайте я быстренько пройду все настройки И мы продолжим Ну вот и все, друзья После небольших, нехитрых манипуляций Android 9 на вашем стареньком Galaxy S4 Mini Пользуйтесь на здоровье Ну а меня поддержите Ставьте лайк Подписка на канал, если это не сделали Задаем свои вопросы в комментариях В моей группе ВКонтакте Обязательно подключайтесь туда Подписывайтесь на мой Инстаграм тоже Потому что там такое, что на канале никогда не будет Ну и собственно все Всем спасибо за просмотр Всем пока-пока До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok